Иисус Христос Мы в трепете перед Твоим величием, перед Твоим Словом, Господь Иисус Мы хотим присутствия в каждом глотке воздуха в нашей жизни, Твоего присутствия Просто ободри нас сегодня, Господь Иисус Мы хотим видеть Тебя, мы хотим знать от Тебя, мы хотим утешаться в Тебе Мы хотим приобретать Тебя, Иисус Христос Мы пришли за этим, Господь И мы ожидаем от Тебя И пускай эти мысли, которые есть в сердце, они зальются Духом Святым В каждое открытое ухо В каждое сердце И будет назидаемый Господь И будем ободряемы Благослови Иисус Это короткое слово вступления Помашь и прославься, мой Господь И наш Господь, Иисус Христос Аминь Мы все понимаем, в какой отрезок времени Господь нас поместил Дал нам обеспечение жить в это время Смотреть на эти все бушующие волны Штормы Стихи И Господь, Он хочет сказать каждому слову в это время И я думаю, что враг, он пришел, чтобы поставить верующему подножку Чтобы он мог упасть И ему было тяжело И он стал смотреть, озирать на все, что происходит Но Бог говорит в своем слове Давайте сегодня будем читать из Псалма 90 С 9 стиха Ибо ты скала Ибо ты сказал И ты скала Господь упование мое Я бы сказал Господь слава моя Господь щит моя Господь мой Крепость моя Господь жемчужина моя Мой Господь это все в моей жизни Всевышнего Избрал ты Прибежищем твоим Не поколеблюсь Не приключится тебе зла И язвы не приблизятся к жилищу твоему Ибо ангелам своим заповедал О тебе Охранять тебя во всяком пути В путях твоих На руках понесут тебя Да не приткнешься А камень ногою твоей Сегодня бы я хотел обратить внимание Что Бог Он Не хочет Чтобы мы спотыкались Обушующие Волны Которые накрывают Изо дня в день Каждого Может быть Верующего Может быть В присутствии чего-то Мы можем поколебаться Но Бог говорит Я Хочу успокоить тебя Я хочу просто поговорить с тобой Я не хочу чтобы ты Был захвачен Этой бурей эмоций И я также Хочу чтобы Все эмоции Они проходили через Мое слово Через мои мысли Потому что эмоциональный фон Он у Бога есть Но он правильный И в нужный момент Нужное слово Нужная эмоция Читаем дальше Возовет ко мне И услышу его И с ним я В скорби Избавлю его И прославлю его Долголетию Дней Насыщу его И явлю ему Спасение мое Так здорово Что Господь Он говорит Что И в скорби Я буду с вами И в Долголетие Дам И Приобрету вас И так же Хотел Открыть Сегодня Петра Второе Петра Первую главу Десятый стих Посему Братья Более и более Старайтесь Делать твердым Ваше звание И избрание Так поступая Никогда Не преткнетесь Вы знаете Я сегодня Обратил внимание На стихи В этом Отрывке Это Звание Звание И призвание Интересно Звание Что Как вы Пару слов Что это такое К чему это Относится Если есть мысли Да Написано В Стронге Это Призвание Ко спасению Всегда Уповайте На Ваше звание На Призыв Ко спасению То что Бог Сделал Когда-то В вашей жизни И меня так Это ободрило То есть У нас должно Быть всегда Свежее Наше спасение У нас должно Быть всегда Острое Наше спасение Мы должны Понимать В какой ситуации Мы находимся Вокруг Да Но что Бог Сделал В нашей жизни Что он Сотворил Уже Сейчас И оно Неизменно И Второе Слово Это Так Избрание Избрание Мы Мы понимаем Что Бог Сделал Что он Спасает Нас В каждом Дне И мы Избрание Мы выбираем Этот путь Мы выбираем Путь спасения Мы выбираем Мы проснулись И перед нами Стоит Выбор В каком Мы звании Просто Это легкое Послание Мы проснулись И Мы понимаем Мы спасены И тут же Бог говорит Выбери этот путь Выбор Сделай Иди в него Иди в мое спасение Иди в этот день С моим спасением Избирай его В каждой минуте Своего дня Потому что Я хочу Чтобы это Было И что дальше Апостол Говорит Он говорит Что вы не приткнетесь Выбирая Такую жизнь Выбирая жизнь Во спасение Во славе Христа Вы никогда Не приткнетесь Он говорит Что Вы будете Победители И так же Он говорит Больше чем победители Я дам вам Благодать на благодать Господь говорит Он уже дал Это все У нас есть Прекрасный новый день У нас есть Каждое утро Это новое рождение И Что мы выбираем Что мы обновляем Что мы Укрепляем В своей жизни И на чем стоим Мы на этом основании Можем твердо стоять Потому что Выбрав путь К спасению Наше спасение Оно Наше И я Господь говорю Выбирай Это спасение В свою жизнь На сегодняшний день Потому что В нем я только буду Ходить победителем И Лукавому Уже Лукавому Будет тяжело Такому В таком выборе Поставить нам Какую-то подножку Ударить куда-то Потому что Путь спасения Он свежий Я выбрал его сегодня Он для меня Яркий Он для меня Резкий Он для меня Вкусный Потому что Господь Иисус Христос Он хочет Чтобы Я думаю Что Не только в моей жизни Такого не было Чтобы я проснулся И прожил тот же самый день Что прожил вчера Или позавчера Ну наверное Я думаю Что Я не одинок в этом Бог Он не повторяется И Он хочет Четко Чтобы мы понимали Что Спасение Это наша драгоценность Мы взяли его Мы вцепились в него И мы выбираем Путь В каждом дне Чтобы это спасение Было освежено В нашей жизни Чтобы оно Было запечатано В моем сердце Чтобы Это было ярко Яркой звездой В нашем Каждом дне Потому что Я думаю Что В бушующем море Эмоции События Потому что Ну Скорость Происходящих событий И Количество их Ну Я не знаю С чем можно сравнить И в какие времена Такое было Просто не угонишься За всем этим Но Бог говорит У вас есть самое главное Событие Ваше спасение У вас есть самое главное Событие Это крест Голгофа И у вас есть точка Отчета Это сегодняшнее утро Проснитесь С моего спасения Выберите ходить в нем И я И вы И вы не преткнетесь И вы будете Победителями И вы пройдете этот день В свежести моей И в победе моей Аминь Добрый день Давайте мы встанем Помолимся Господи Ты с нами Во все дни До скончания века Ты с нами Господи И этот мир Обязательно пройдет Этот мир В том виде В котором В котором Он сейчас Обязательно пройдет Наступит Твой мир Господи Но несмотря на это Ты здесь Вместе с нами Слава Тебе Живущий Под кровом Всевышнего Под сенью Всемогущего Покоиться Спасибо Тебе Иисус Мы просим Тебе Благослови сейчас Это слово Во имя Иисуса Христа Послужи нам Господи Аминь Аминь Садись пожалуйста Вступление Алексея Было Такое Бог дал мне спасение Бог спас меня Аминь И Я утверждаюсь В моей Практической Позиции В этом спасении Аминь И да Каждое утро Я просыпаюсь И Возвращаюсь Мне понравилось Это Слово Точка отсчета Вы услышали Точка отсчета Откуда я Начинаю свой день Это важно Иметь точку отсчета Откуда я Начинаю свой день И так спасение Дано Оно наше И спасение На каждый день Практической жизни И спасение От наших врагов И к сожалению Они у нас Есть Но это ничего Итак Давайте мы с вами Начнем эту проповедь Я хочу Ее начать С очень важного Атрибута Божьего Вы со мной? С очень важного Божьего Атрибута И Это часть Его природы Он такой Никогда не изменится Он был таким Он сейчас такой Он всегда будет таким И этот атрибут В теологии Называется Всеведение Кто слышал Что Бог Какой Всеведущий Бог Всезнающий Он Всеведущий У Него Всезнание Обо всем Абсолютное Совершенное Перед Ним Перед Ним Все открыто И Обнажено Он знает Все Книга Исаии 46 глава 10 стих 8-10 стих Там написано Господь говорит Это себе Я Я Здесь Бог И другого Нет Такого Образу И подобию И Он Знает Что происходит В сердце Человека Он сотворил Человека И только Бог Знает Что происходит В сердце Человека А сердце К вашему Сведению Самая Глубокая Часть Жизни Человека Основная Что там Происходит И Бог Знает Что там Происходит Потому что Он Всеведущий Бог И мы Поговорим Об этом Но Когда мы Читаем Писание Мы Встречаемся С такими С такими Стихами Например Что Бог Не знает Или Как бы Кажется Что Бог Не знает Что Адам С Евой Прячутся Зачем Они там Прятались За деревьями Сада И Бог Заходит И говорит Адам Адам Что Где ты Знает ли он Что они Находятся За деревьями Сада Конечно Знает Потому что Он Всеведущ Всегда Знаете Об этом Но Дело Не в том Что он Всеведущ Но он Хочет Общения Он Хочет Вывести Своих Людей Из Деревья Из-за Деревьев За Которые Они Спрятались И Поэтому Он Говорит Так Он Говорит С нами По Человеческому На Человеческом Языке Чтобы Нам С вами Было Понятно Адам Адам Где Ты Знаешь Я Знаю Где Ты Но Я Хочу Чтобы Ты Сам Вышел Покажись Когда Ты Сам Выйдешь Это Будет Совсем Другой Разговор Аминь Похоже Так Что Господь Задает Вопрос Кайно А где Брат Твой Авель Знает Ли он Что Авель Уже Лежит На Земле И Его Кровь Пролита Знает 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 Потому Что Бог Всеведущ Но Он Хочет Разговора И Общения Потому Что Он Знает Наши Сердца И Хочет Вывести Человека Вывести Кайна Из той Ситуации В которую Он Попал Я Хочу Говорить С тобою Наш Разговор Кайн Наш Разговор Очень Важен Выходи Будем Разговаривать Я знаю Все В твоей Жизни Также Мы Можем С вами Посмотреть На Некоторые Места Писания И Увидеть Следующие Слова И Вспомнил Бог Помните Да И Вспомнил Бог Вспомнил Бог Что Оказывается Ной В ковчеге Находится И Уже Год Прошел Как Как Потоп Проходит И Там Написано И Вспомнил Бог Оно Вы Знаете Хочу Сказать Следующее Что Он Никогда Ничего Не Забывает И Даже Больше Хочу Сказать Что В другом Месте Писания Сороковая Сороковая Глава Книги Исаии По-моему Это Двадцать 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 Седьмой Стих Там Написано Что Он Выводит Воинство Небесное Звезды И Каждого Называет По Своим По своим Именем По Величеству Могущества Его У него Ничего Не Выбывает Ничего Не Забыто Но Тот Он Говорит Я Вспомнил Ланоэ Вспомнил Да Просто Время Пришло Потому Что У Бога Определенное Время Для каждого События Он Вспомнил Насчет Сары Хотя Он Никогда Не забывал Ее И посетил Ее Извините Да Сару Вспомнил Посетил И дал Ей Ребенка Рахиль Вспомнил И дал Ей Также Ребенка Он Мы Можем Сказать Неужели Он Что-то Забывает Нет Не забывает Но Приходит Время Аминь Мы Читаем Писание И Господь Говорит В шестой Главе Что Я Раскаялся Создав Человека Кто Читал Этот Стих Перед Потопом И Воскорбел Господь И Он Сожалел В своем Сердце А в Другой Части Писания Первая Царств Пятнадцатая Глава Там Говорится Что Бог Не человек Что Ему Раскаивается Его Выбор Всегда Правильный Абсолютный И так Господь Все знает Он Ведает Он Ничего Не забывает Все книги Которые У него Есть Не для Того Чтобы Он Что Что То Открыл И Прочитал Нет Они Пишутся Пред Лицом Его И Это Можно Сказать Документ Который Пишется Пред Лицом Его Пишется Пред Лицом Божьем Книги Сейчас Пишется Пишется Одна Из них Книга Книга Нашего Общения Это Книга О Боящихся Господа И Перед Лицом Божьим Она Пишется Эта Книга И Господь Вставляет И Господь Записывает Туда Все То Что Происходило Здесь На Этой Земле Когда Он Во Главе Или В Центре Событий Аминь Пишется Эта Книга И Господь Говорит Своим Не знаю Кто Там Пишет Запишите Сегодняшнее Собрание В Книгу Мою Чтобы Никогда Не забыли Что Что Было Происходило Здесь Во Времени Аминь Запишите Эту Встречу В Книгу Мою Потому Что Там Я Говорил С Человеком Запишите Эту Ситуацию В Книгу Мою Потому Что Там Я Я Явил Сына Моего Иисуса Христа Перед Богом Пишется Памятная Книга О Боящихся Его Бог Никогда Ничего Не забывает Он Все Знает Он Знает Тайны Сердца Преисподняя Иавадон Открыты Перед Богом Тем Более Сердца Сынов Человеческих Притча 15 глава 21 стих Извините 11 стих 15 глава 11 стих Также 32 псалом Там Говорится Что Господь Создал Сердца Людей И Вникает Во все Дела Почему Я так Подробно Говорю Об этих Вещах Потому Что Об этом Нужно Знать Бог Всеведущ Он Знает Все Мы Не знаем С вами Чем Окончится То Или Иное Действие Мы Можем Только Догадываться Чем Окончится То Или Иное Действие Притча Говорится Что Господь Направляет Пути Человека А Вторая Часть Этой Притчи Говорится Что Как Узнать Человеку Путь Свой Вы Знаете Я считаю Что Эти Две Части В первой Части Уже Открыто Чтобы Я узнал Путь Свой То Что Мне Нужно Узнать Узнать Того Который Направляет Мои Пути Аминь И он Знает Меня Знает Сердце Мое Знает Когда Я сажусь И Встаю Знает Когда Знает Когда Я Отдыхаю Он Знает Когда Я Еще Не Открыл Уз Своих Он Уже Знает Что Я Хочу Сказать Издали Он Знает Помышления Мои Его Руки Сотворили Меня Во чреве Матери Мои Он Знает Все Про Меня Аминь И он Знает Все Пути Мои И он Знает Все Мысли Мои И я Хочу Сказать Никто Не Спрячется От Него А вопрос Такой А зачем Тогда Прятаться Если Он Знает Все Аминь Это Было Бы Глупо Чтобы Я Прятался За Деревьями Сада За Деревьями Рая Зная Что Он Знает Все Я Лучше Выйду К Нему И скажу Вот Я Господи Весь Такой Как Есть Я Знаю Что Ты Принимаешь Меня Таким Который Как Я Есть Вот Я Выкладываю Перед Тобою Все Мои Страхи И Сомнения Все Мои Грехи И Неуверенность Я Выкладываю Перед Тобою Не Перед Людьми Слушайте Меня Не Перед Людьми Потому Что Не Вся Человек Выдержит Исповедание Ваших Грехов И Моих Аминь Перед Богом Я Говорю Я Выхожу Из-за Этих Деревь И Говорю Господи Да Кому Мне Ити У Тебя Глаголы Жизни Выхожу Я Из Своей Тени Потому Что Толку Нет Там Сидеть Он Все Равно Знает Все Аминь Я Выхожу И Говорю Вот Я Господь И Начинается Удивительное Действие Служения Ему Разговариваем Я Еще раз Хочу Повторить Мы С Ним Разговариваем Он Говорит Со Мной Через Писание Я Говорю Ему Вслух Он Говорит Мне Через Мысли Я Отвечаю Ему Вслух Открываю Мое Сердце И Он Говорит Это Хорошо Что Ты Вышел Из-за Деревьев Это Хорошо Поговорим Аминь Это Хорошо Что Ты Рассказываешь И делишься Со Мной Всем Что Происходит В Твоем Сердце Я Мог Мог Бы Сказать Господи Ну Ты Сам Все Знаешь И Он Ответит Конечно Знаю Но Не в этом Дело Дело Что В Нас Двоих В Нас Двоих И Иисус Приходит На землю Бог Становится Человеком В Евангелии От Иоанна Во Второй Главе 24 25 Стих Там Написано Об Иисусе Христе Что Он Знал Всех И И не имел Нужды Чтобы Кто-то Пришел И Рассказал Что Это За Человек Это Один Из Это Атрибут Бога Вы Со Мной Это Атрибут Бога Когда Иисус Сказал Расслабленному Прощаются Тебе Грехи Твои Встань И Ходи Встань Возьми Постель Твою И Пойди В этот же Они Помыслили В сердце Своем Я Подчеркиваю В сердце Своем Он Богохульствует Кто Может Говорить И там Написано Иисус Зная Помышление Их Сердец Что Сказал им Определенное Слово Они Могли И не Сказать Это Слово Но Он Знал Что В их Сердце Происходит И Поэтому Что Он Сам Предлагает Им Продальше Продолжать Аминь Дальше Мы С вами Видим Другое Событие Когда Симон Фарисей Пригласил Иисуса Христа К себе В дом Помните Женщину Которая Омывала Ноги Иисуса Христа Иисус Пришел Туда И он Бог И перед Ним Перед Ним Все Сердца Открыты И я В конце Или Я скоро Очень скажу Для чего Это нужно Чтобы Сердца Были Открыты Почему Бог Так Сделал Чтобы Сердца Человеческие Были Открыты Для Него Это Не Просто Так Аминь Это Не То Что Он Подглядывает В Замочную Скважину И Хочет Знать Чуть Это Происходит Мне Интересно Это Не Это Не Елины Которые Сидели Вариапаге И Все Искали Что Нибудь Такое Что Они Там Искали Новенькое Что Нибудь Кто Нибудь Пришел И Что Нибудь Расскажет Бог Бог Не Подглядывает В Нашу Жизнь Через Через Замочную Скважину Он Хочет Чтобы Он Хочет Быть Вместе С Нами Там И Его Присутствие Никоим Образом Не Унижает Нас И Никоим Образом Не Лишает Нас Чего То Наоборот Бог Приходит В наше В наше Общение И Говорит Я С тобой И Симон Фарисей Говорит Если Бо Он Знал Какая Женщина Прикасается Ко Мне Иисус Что Написано Он 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 Увидел Что В сердце Фарисея И Предложил Ему В притчу Аминь Предложил Ему Притчу Знаете Для чего Для того Чтобы Фарисею Послужить Чтобы Он Принял Истину И Наставление И Мудрость От Бога Не Озвучивая Даже Свои Мысли Аминь Я не знаю Понятно Или я говорю Или нет Я не знаю Чем Я Чем Я Закончу Сегодня Потому Что Я Тоже Эмоциональный Человек И Мы Можем Услышать Множество Вопросов И Знаете Что На большинство Мы Просто Не Сможем Ответить И Ни Пастор И Ни Папа Римский И Ни Кто Из Живущих Здесь На земле Просто Не Сможем Ответить Аминь А Бог А Бог Знает Потому Что Он Всеведущий Бог Знает Наши Сердца В книге Первая Петра Во второй Главе Мы с вами Видим Слово Которое Которым Одно из Имен Иисуса Христа Одно из Имен Иисуса Христа Итак Первая Глава Вторая Нет Первая Петра Вторая Глава Первая Петра Вторая Глава Два Четвертый Стих Он Грехи Наши Сам Вознес Телом Своим На дерево Дабы Мы Избавившись От Грехов Жили Для Праведности Ранами Его Вы Исцелились И Двадцать Пятый Стих Ибо Вы Были Как Овцы Блуждались Не имеющие Пастыря Но Возвратились Ныне К Пастырю И что у вас написано И к Блюстителю Душ Ваших Один раз Только Упоминается Это слово В отношении Христа Оно Мощное Оно Могущественное К Блюстителю Душ Наших Мы с вами Блуждали Не имея Пастыря Ходили Своими Путями Но тут Что Возвратились Не просто К Пастырю А к Блюстителю Душ Наших Очень важное Слово Запомните Это слово Потому что Оно Оно Говорит О том Что Делает Иисус В нашей Жизни И слово Блюститель На Греческом Греческом Языке Епископос Кто Встречался С этим Словом Вы Наверное Встречались Я понимаю Что Епископ Такой Будет Сегодня Проповедователь И там В той Или другой Церкви Есть Епископ Или Есть Епископ Пальная Церковь Слово Епископ Знаете Имеет Удивительное Значение Представьте Себе Значит Пастыря И Господь Говорит Себе Что Я Вывожу Своих Овец И Веду Их Куда 12 22 И я Веду Их Куда Напажите Какие Злачные И К водам Тихим А когда Он Привел Своих Овец Что Происходит Что Происходит Я еще Хочу Рассказать Он Говорит Мне Предверник Отворяет Я Вхожу Куда Во Дворов Чей И потом Я Поворачиваюсь И зову Своих Овец Как По Имени Они Выходят За мной И они Идут За мной Аминь И я Веду Куда На Злачные Пажите И к Водам Тихим А когда Я Привел Их Что Происходит Где Пастырь Находится Где Кто Сказал На Высоком Месте Кто Сказал Аркаша На Высоком Месте А Зачем Высокое Место Они Там Разбрелись По Злачным Пажатям Пьют Едят А что А Епископ Сидит На Высоком Месте И что Делает И Наблюдает И Наблюдает Это Это Иисус И Наблюдает Знаете Зачем Он Наблюдает Он Наблюдает За Своими Овцами И Наблюдает Что Происходит В Сердцах Его Овец Он Наблюдает В Каком Состоянии Он Наблюдает Он Наблюдает Какие Направления Епископ И наши Души Куда Они Возвратились К Блюстителю Душ Наших Который Сидит На Высоком Месте И Что И Наблюдает За Нами Он Знает Наши Сердца Внигает В Наши Дела Слушайте Дальше И Запомните Это Он Всегда Наблюдает Чтобы Что Послужить Он Никогда Не Наблюдает Чтобы Осудить Он Всегда Наблюдает Чтобы Что Поднять И Никогда Наблюдает К Тому Чтобы Унизить Он Всегда Наблюдает Для Того Чтобы Очистить И Никогда Не Наблюдает Для Того Чтобы Постыдить Аминь Он Наблюдает За Нашими С вами Жизнями И Взирает В Наши Сердца А Когда Он Взирает В Наши Сердца Он Знает Что Происходит Внутри Нас И Даже Мы Можем Нему Не Говорить Но Он Берет Зная Что Происходит В наших Сердцах И Посылает Слово Свое И Ни раз И Ни два Человек Приходящий На Собрание Говорил Господи Или Пастор Господи Пастор А как Вы узнали О том Что Происходит В моей Жизни Одна У нас Дама Была Лена Замечательная Она В Нижнем Новгороде По-моему Или В Великом Новгороде И Она Приходила Постоянно И Спрашивала Вику Махмудову Кто Рассказывает Пастору О Моей Личной Жизни И Вы Знаете И Понадобилось Недюжие Усилия Чтобы Убедить Е Над тобой Надзирает Кто Надзирает Это Конечно Грубоватое Слово Над тобой Что Наблюдает Кто Епископ Он Смотрит За твоим Сердцем Смотрит Какая Нужда Смотрит Обо Что Ты Приткнулась Смотрит На вопрос Который Возникает Во твоем Сердце Смотрит Чем Тебе Послужить И Привести Тебя В собрание Святых И Направить Слово Свое Потому Что Он Какой Пастырь Добрый Пастырь А Другой А наемник Пришел Во-первых Наемник Дело Ему Не Было Да Овец Согласны Да Да Пусть Идут Пасутся Пошли Запутались Мне Вот Интересно Когда Овца Запутается Она Голос Издает Или Писание Сказал Конечно Вы Да Епископ Посмотрит Наблюдает Посылает Слово Свое Посылает Людей Своих Ободряет Людей Связаться Или Что Особенным Образом Через Чтение Писания Господь Берет Свою Мысль И Посылает Сердце Человека Когда Я переводил Проповеди Еврокона И пастор Шалер Мне нравится Когда он Проповедует Коротенькие Проповеди Знаете Такие Сжатые Наполненные Мысль за Мыслью Такие Гвозди Когда Я что-то Так До этого Еврокона Так Подрастроился Немного Думаю Да что ж Такое Ладно Думаю По-любому Буду Переводить Проповеди Еврокона Вы знаете Что не проповедь Так ободрение К моему сердцу Я надеюсь И к вашим сердцам Что не проповедь Так ободрение От пастора Учителя Который Руководящий Пастор Что не проповедь Ах и это возьму И это возьму И это возьму И это с церковью Поделюсь Аминь Господь знает Наши сердца Посылает Свое слово Никогда не думайте Что он забыл Про вас Аминь Приходите В собрание Приготовляйте Ваши сердца Готовится Слово Не человеческое А какое Божье Я думаю Что мы Можем засвидетельствовать О том Как Господь Служит нам Здесь Аминь Есть другой Который Наблюдает Он тоже Наблюдает Внимательно Наблюдает Конечно Это не написано Но я уверен Что прежде чем Вторгнуться В Едемский сад Под личиной Змея Он долгое время Наблюдал За этой парой Которую Сотворил Господь Уверен В этом Потому что У него Был один шанс Зайти В Едемский сад Нанести Удар Один шанс Другого бы Ему не представилось И я уверен Что он наблюдал Сколько времени Я не знаю Но думаю Что он изучал Изучал Характер мужчины Изучал Дизайн мужчины Изучал Дизайн женщины Смотрел Смотрел на Их взаимоотношения Записывал Себе В свой В свой Ноутбук Когда женщина Остается Одна При каких При каких Обстоятельствах Я уверен Что он Наблюдал Долго Изучал Изучал Прилежно Чтобы Что Чтобы Вторгнуться И нанести Удар Аминь Я уверен Что он Наблюдал За Давидом Человеком Божьим Изучал Его Слабые Места Изучал Его Наклонности Потому что Он Давид Тяготел К женщинам Тоже И потом У его Сына Соломона Это Усугубилось В сто Раз Ну не в сто Ну В пятьдесят Точно Он Наблюдал За Давидом За Человеком Божьим Послушайте Если уж люди Могут Что-то Представить И Приготовить Какую-то Ловушку Для другого Человека То я думаю Я уверен Что Что дьявол И его Приспешники Они Этим Занимаются Постоянно Они Наблюдают Они Вычисляют Записывают Они не могут Проникнуть Наши сердца И в сердце Какого-нибудь Человека Потому что Сердца Открыты Только для Бога Он Может Видеть Там И Исследовать Наши сердца Он Изучает Наше Поведение Короче Говоря Он Формирует У себя Психологический Портрет Человека Вы Со мной? Я говорю Это потому Не для того Чтобы напугать Нас Потому что Окончание Проповеди Будет Ободрительным Но мы Должны Знать Что За нами Наблюдает Изучает За каждым Пастором Стоит Тот Который Изучает Его И что? Чтобы нанести Удар И чтобы Пастор упал Или человек Божий Упал Или Давид Упал Упал Давид? Упал Давид Как? Сильно упал? Очень сильно упал И несколько раз И он Он тоже Наблюдающий Но наблюдает Для чего? Чтобы Украсть Убить Погубить Чтобы Как Алексей Сказал Сделать Подножку Чтобы Что? Осудя Осуждать И клеветать Он тоже Наблюдает И я уверен Что когда Иисус родился И пришел Сюда В это В это На эту Землю Он наблюдал За ним За ним От рождения Почему? Потому что Он знал Что ему Предоставится Возможность Какая Возможность? Быть тем Который Будет Ускушать Его В пустыне Аминь Почему? Да потому что Это требует Справедливость Как первый Адам Был Испытан Так и Последний Должен Быть Испытан А кем Испытан? И я уверен Что он Смотрел И наблюдал За ним И готовился Я не думаю Что он Был Не подготовлен Будет Уверен Что он Готовился Для того Чтобы сокрушить Иисуса Христа Искушением Как ему Казалось Таким Искушением А наш Господь Иисус Что? Знал об этом? Знал Отец Знал? Знал Иисус Был готов Был готов Был готов Ответил Ответил Постыжен Был дьявол Что? Постыжен Отошел до времени И то до времени Которое Бог Определил А не Он Определил Аминь Наблюдал Исследовал Избрал Себе Три Три Искушения Потерпел Неудачу Слава Иисусу Христу Иисус Прошел Испытание Аллилуйя И поэтому Он смог Взойти На крест И взять На себя Наши грехи И я хочу Сказать Что за нами Он тоже Наблюдает Изучает Наши портреты Психологические Портреты Наши Слабости И мы можем Сказать Господи Это что Он все Наблюдает За нами Изучает И Господь Говорит Да Наблюдает Изучает А для чего Для того Чтобы украсть Убить И погубить Для того Чтобы В моем Сердце Чтобы В моем Сердце Были Те мысли Которые От него Я могу Сказать А ты что Господи Скажешь А Господь Говорит Знаете что А я Знаешь что Сделаю Приготовлю То есть Накрою Стол Для тебя Наведу Ну Продолжайте У врагов Твоих Накрою Стол Ты будешь Со мной Будем Кушать Общаться А он Пускай Сколько угодно Наблюдает Потому что Любящим Бога Призванным По его Изволению Что Все Содействует Ко Благу Не забывай Говорит Господь Я Всеведущий Господь Я знаю С чего Все Начинается И чем Закончится Я Начал Начал Работу Над сердцем Иова Потому что Я знал Чем Закончится Аминь Я Начал С призыва Авраама Потому что Я знал Чем Все Закончится Я Избрал Тебя И я Знаю Чем Все Закончится В твоей Жизни Я буду С тобою Всегда Аминь И я Знаю Твое Сердце И я Твой Блюститель Твоей Души Я Смотрю За тобой Наблюдаю За тобой Если Что-то Происходит Я Знаю Посылаю Слово Духом Божьим А то Что Дьявол Наблюдает За нами За тобой Говорит Господь Иисус Так Он И за Мной Наблюдал Он И за Церковью Будет Наблюдать И Всегда Будет Наблюдать И за Пасторами И за Лидерами И за Дамами И мужьями Божьими Ну и что Теперь Лев на Улице И лев на Площадях А Помните Эту Ленивец Ленивец Лежит На постели Ему говорят Пошли Он говорит Не 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 Пойду Лев на Улице Лев на Площадях А знаете Ванея Сына Иодая Один из Сильных Извините Что я Долго Говорю Ванея Ванея Сына Один из Сильных Давида Знаешь Что там Про него Написано Он Шел 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 Кстати Снежной Зимой Кстати В Израиле Были Снежные Зимы Он Шел Снежной Зимой И Увидел Следы Льва На Снегу Значит Что он сделал Он Пошел За Ним И Убил Льва В Снежное Время Во Рве Аминь Он Не Напугал Его А Как Обычный Человек Поступает Следы Льва В этом Направлении А мои Следы В каком В другом Направлении Резонно Я Логично Логично А ты Что Делаешь Да Потому Что Я Не От Мира Сего Аминь И Я Не Живу Схемами Мира Этого У 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 Он Знает Что Происходит В моем Сердце Он Посылает Слово Я В Его Руке Аллилуйя И Он Приготовил Трапезу На Ввиду Врагов Моих Умастил Елеем Голову Мою Чаша Моя Преисполнена Так Благость И Милость Что Они Делают Да Сопровождают Меня Во Все Дни Жизни Моей И Я Пребуду В Доме Господнем Или Навсегда Навсегда Аминь Это Это Божий Характер Это Его Обетование Это Его Всеведение Я Нахожусь Я Нахожусь Под Покровом Бог Мой Знает Меня Он Знает Меня По Имени Он Служит Мне В Глубине Моего Сердца И Так Будет Продолжаться Навсегда Аминь Если Может Быть У Вас Есть Иногда Такие События Или Ситуации В Жизни Когда Вы Как Адам Прячетесь За За Деревья Не Слышите Господь Говорит Представьте Да Вот Деревья Я Знаю Что Александр За Деревья Например Я Хожу Я Господь Говорю А Саша Аминь Спрятался Алло Леша Иисус говорит Меня Нашли Неискавшие Меня Я Открылся Не Вопрошавши Мне Я Нашел Но Я Хочу Взаимоотношений Я Хочу Общения Я Хочу Что Вы Доверяли Мне Не Будет Ни Одного Дня Когда Вы Исчезнете С Поля Моего Внимания И Мы Можем Сказать И Я Так же Господи И Он Скажет Ни Один Из Моих Детей Не Исчезает Из Поля Моего Внимания И Никогда Не Думайте Что Я Не Забочусь О Вас Забочусь Люблю Служу Посылаю Слово Я С Вами Во Все Дни До Скончания Века Аминь Славим Тебя Господь Иисус Христос Благодарим Тебя За Эти Мысли Ты Блеститель Душ Наших Тот Который Наблюдает Видит Нас Идет Служит Поддерживает Мы Просим Тебя Чтобы В наших Сердцах Мы Надежно Укоренились В том Что Ты Наблюдаешь За нами Не К Осуждению Не К Обвинению Но Чтобы Ободрить Поднять Послужить Вести Защитить Слава Тебе Иисус Слава Тебе Если Вы Не Знаете Иисуса Христа Как Своего Спасителя Примите Его Примите Его Потому Что Он Знает Вас И Сделал Все Для Вас Чтобы Вы Могли Прийти К Нему К Богу Потому Что Именно Для Бога Вы Были Сотворены Чтобы Быть Вместе С Ним Не Прячьтесь За Деревьями Рая Выходите К Иисусу Выходите Примите Его Откройте Ваше Сердце Он Спасет Вас Скажите Господь Иисус Христос Я Верю В Тебя Спасибо Тебе На То Что Ты Возлюбил Меня Прошу Тебя Спаси Меня Войди В Мое Сердце Хочу Быть Вместе С Тобою Ты Мой Бог И Ты Мой Спаситель Иисус Христос И Во Имя Твое Я Молюсь Сейчас Аминь